Келес, доброе утро, передавайте. Келес, повторите четвёртую группу, температуру воды. Узел связи принимает сведения с 27 гидропостов, расположенных в Южно-Казахстанской области. Подобные наблюдения проводятся и на Шардаринском водохранилище. В отделе гидрологии полученные данные обрабатываются. Информация поступает в соответствующие органы. Инженер-гидролог Хикматулла Султан Ходжаев занимается важным делом на протяжении 40 лет. Мы готовим информацию и распространяем её по факсу, электронной почте и по телефону в Акимат, в департаменты управления ЧАЭС, водное хозяйство, Арал-Сардаринский бассейн, КАСС, селезащиту. Гидрологи фиксируют уровень воды и температуру на 19 реках области. Опасения сегодня вызывает Арыс и Сардаря. Из-за морозов на реках образовалась ледяная корка. На горных реках в основном на сегодняшний день наблюдается забереги река Арыс, ЖД-станция Арыс, это в районе города Арыс. И поселок Шаульдер на сегодняшний день на реке Арыс образовался сплошной ледостав. Дошел до поселка Байрукум. Гидропост Байрукум сегодняшний день дает сплошное тонкое ледообразование по реке Сардаря. Об уровне воды и температуре должны знать и в водном хозяйстве региона. Там отслеживают уровень наполняемости крупных водохранилищ – Шардаринского, Бугенского, а также Куксарайского контррегулятора. В Бугенском водохранилище сейчас собрано 80 миллионов кубов воды. Это всего 22% от общего объема. Из Узбекистана река Сардарья протекает через нашу территорию. В Шардаринское водохранилище поступает 785 кубов воды. А фактически сегодня собрано 2 миллиарда 321 миллион кубов воды. Сегодня зафиксирована наполняемость 43% от общего объема. Далее из 500 кубов воды 200 собирается в Куксарайский контррегулятор, а остальные 300 кубов направляются в Казлардинскую область. Водники напоминают, что Куксарайский контррегулятор был возведен специально для того, чтобы предотвратить подтопление населенных пунктов, расположенных вдоль реки Сардарья. И то, что Куксарайское водохранилище перешло на баланс регионального водного хозяйства, предоставляет возможность контролировать наполняемость и сброс воды. Кстати, после сбора воды в Куксарайском водохранилище со временем ее уже очищенную снова возвращают в Сардарью. Она нужна земледельцам. Шанаро Уразова, Ерлан Бексаидов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании ОТРАР.